Северный обход Одинцова, оживленный участок дороги. Здесь всегда много машин, направляющихся в сторону Москвы. Именно в этом месте сотрудники Одинцовского отдела ГИБДД провели очередной рейд «Детское кресло». Дети до 7 лет должны перевозиться на заднем сидении автомобиля к детскому удерживающему устройству, соответствующему весу и росту ребенка и пристегнутым ремнем безопасности. Дети с 7 до 11 лет включительно перевозиться должны на заднем сидении автомобиля к детскому удерживающему устройству, соответствующему весу или росту, или пристегнутым ремнем безопасности. По словам инспекторов, сегодня многие водители относятся халатно к перевозке детей и игнорируют правила безопасности. А ведь детское кресло – это самое надежное удерживающее устройство. Его задача – обеспечить безопасность ребенка при ДТП, экстренном торможении или резких маневрах. На территории 10 батальона ДПС за 8 месяцев произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, из которых 12 несовершеннолетних детей пострадало и, к сожалению, один ребенок погиб. Одинцовские инспекторы проверили наличие ремней безопасности в автомобилях, а также проследили, пользуются ли ими водители и пассажиры. В ходе рейда «Детское кресло» нарушителей выявлено не было. Многие автолюбители признались, что считают такие профилактические акции полезными. Я думаю, что это необходимо, чтобы дисциплина водительская повышалась. Действительно, безопасность ребенка при движении зависит во многом от внимания водителей, как правило, родителей, и от их выполнения правил дорожного движения. Дети должны быть пристегнуты. Обязательно хорошо сейчас делать, что можно пристегиваться без кресел, потому что большим сидеть детям в креслах неудобно, а с треугольником все в порядке. Юным пассажирам инспекторы напомнили об основных правилах безопасности на дорогах, а их родителям вручили информационные памятки. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!